Приветствую всех зрителей! Попросили меня на стриме записать видео, какие кнопки у меня настроены на управление. Я в каждом видео по вооружению вроде как давал управление, но вот попросили сделать такое обобщающее видео и тогда давайте начнем. Сначала пройдемся по пилотской кабине, что у меня настроено. Во-первых, конечно, в SEO-осе. Я думаю, не знаю, есть ли смысл показывать или нет. Давайте зайдем. Вот осевые команды. Joy X, Y, соответственно, педали. Дальше что у нас тут? Есть тормоз, есть у нас шаг и есть у нас коррекция, получается, ось, которая назначена на коррекции. Также есть управление курсором на Хакас по оси X и по оси Y на осевых командах. Далее возвращаемся во все, кроме осевых и погнали. Что есть здесь? Во-первых, гашетка для стрельбы. Это для того, чтобы стрелять, к примеру, на армии или из пушки. Далее есть интерфейсы и Джорджа, команда согласия на огонь для того, чтобы подтверждать открытие огня нашим Джорджам. Следующий кнопель это кнопель триммера. Здесь сброс триммера на хатке и четыре положения самого триммера. Есть также гашетка для стрельбы и защитная скоба. Открыть-закрыть. Потом следующая хатка это показать, спрятать монокуляр или ХДСС наш наглазник. И есть НВС моды переключатель вверх-вниз, включать и выключать НВС моды. И есть источник целеуказания выбирать ТАЦ или ПНВС. Следующая хатка это выбор вооружения. Соответственно селектор вооружения, кнопель вверх-вниз, вправо и влево. То есть выбор ПТУР, НАР и так далее. Я сразу вы видите не переключаюсь в категориях. То есть у меня все категории, в каких они находятся и где их искать. Я надеюсь вы знаете, что надо смотреть вот сюда. В принципе на ручке у меня все больше ничего не настроено. Теперь давайте перейдем на РУДе. Какие есть команды. Во-первых режим отображения символоджи, вверх-вниз для того, чтобы менять символику на нашем маникуляре. И кнопка символоджи нажать. Далее есть кнопка переключатель активного дисплея. Это для того, чтобы курсор с одного монитора быстро перебрасывать на другое. Ну и собственно кнопель, который управляет именно этим курсором. Вверх-вниз, вправо-влево и нажать, если вы хотите поставить там какую-то метку. Далее есть такая кнопка BS Polarity. Раньше этой кнопкой можно было IHDSS наш в начале согласовать. Или как его там правильно. Align, да, сделать привязку. Сейчас вроде как перестала эта кнопка работать. И привязку надо делать только нажимая BS на нашем мониторе. Следующая кнопка отвечает у меня за выбор источника целеуказания. Есть Fire Control Radar. Это если вы хотите радар использовать с места пилота. В принципе, также сюда к радару идет сектор сканирования. Влево, вправо, вверх, вниз. И, соответственно, вот эти вот четыре сектора сканирования у меня также на хатке присутствуют. К радару есть вот такие кнопки. Режим по наземным целям, по воздушным, радиокарта и огибание рельефа местности. Пока они не реализованы, но эти кнопки я уже настроил. Ну и по радару еще есть одиночное запустить сканирование и запустить продолжительное сканирование. Так, следующий кнопель у меня отвечает интерфейс Georgia спрятать, показать. И, ну, я нахожусь в пилоте. Также четыре положения. Это управление самим интерфейсом Georgia. Следующая хатка от стрел ДО, от стрел ЛТЦ. И здесь за радиосвязь. Так, есть еще у меня отдельно фонарик. Как видите, внизу включить, выключить, если, например, ночью летаете. Забиндена для запуска, точнее, для перевода рут в положение малый газ. Для левого и для правого. Есть также пару кнопок, используются при запуске. Очки ночного видения. Уменьшить или увеличить. Яркость. Команда на крутилочке назначена. И отдельная кнопка вывести окно перевооружения и до заправки. Все, вот это вот все команды, которые у меня назначены в кабине пилота. Ну и еще в общих командах есть активная пауза на отдельной кнопке. Она тут вне настройках самого пилота. Теперь давайте перейдем в кабину оператора. По осевым командам здесь настроено все точно так же. То есть настроена ручка для того, чтобы взять управление, если необходимо, из кабины оператора. Осевые команды я не повторяюсь. И давайте снова поехали смотреть все кнопки. Итак, у нас тут одна из кнопок у меня триммер. Только лишь триммирование, потому что уже кнопок не хватает. Далее у нас есть гашетка для стрельбы. Вторая позиция. Два раза. Причем на, видите, на РППУ продублировано. И на ТЭДАК также двумя кнопками есть дубликат. Далее в лазерный дальномер первое положение. Лазерный дальномер второе положение. Здесь переключатель зума. Четыре положения для нашего поискового прибора. То бишь ТЭДСа. Далее есть у нас, это я уже показывал, второе положение. Так, это кнопка слейв. Привязка к источнику целеуказания. Для того, чтобы навести наш ТЭДС на какую-либо цель. Здесь опять же защитная скоба. Поднять, убрать, включить LMC, кнопка перемещения стабилизатора. Ну и собственно само перемещение целеуказателя. У меня ТЭДСа назначена как вот на эти кнопки, так и на осях находится. Поэтому я могу и с кнопок, и с осей использовать. Далее опять же спрятать монокуляры и HDSS. ПНВ, переключатель вверх-вниз и выбор режима целеуказания. Fire Control Radar или Link. Так, здесь опять же выбор оружия. Птуры, пушка и так далее. Четырехпозиционный кнопок для того, чтобы выбирать на месте оператора вооружение. Это у меня настроено на Руси, или точнее на РППУ. Да, давайте теперь перейдем к рошику. Что здесь есть? Выбор активного сенсора TATS или FLIR. То бишь переключение между теплоконтрастом и телевизионщиком. Также есть ДВО. Честно говоря, не знаю реализовано это сейчас или нет. Но по крайней мере настроено. Далее перемещение курсора по мониторам, так же как и в первой кабине. И вот здесь выбор источника целеуказания на шлемка и TATS. Также где-то здесь должен... А, это кнопка ввод. Я даже, честно говоря, не знаю, что она дает. Тут сектор сканирования влево-вправо-вверх-вниз для нашего Fire Control радара. Далее здесь у меня тоже LMC включается. Здесь Store и Update. Это для того, чтобы поставить точку целевую, добавить в наш компьютер. На данном кнопеле, опять же, повторяется отстрел ДО и ЛТЦ, как и в кабине нашего пилота. И здесь переключение между этим, как его, отслеживанием подвижной цели, предыдущая и следующая, соответственно, цель. Так, на этом кнопеле у нас назначен также интерфейс Джорджа спрятать, убрать. И если я им буду... Ну, когда включен Джордж, то он работает как интерфейс Джорджа. Если он отключен, то, соответственно, автотрек включить-выключить, больше на эту кнопку ничего не назначено. Далее переходим. Ну, опять же, тут есть кнопка активной паузы. Режим радара, точно так же, как и в пилотской кабине. Выбор, который пока не реализован. Одиночное сканирование, продолжительное сканирование. Все точно так же. На этих, вроде как, кнопках вот сектор сканирования узкий-широкий есть. И также средний, то есть переключение назначено секторов сканирования. Далее у нас идет, тут также у меня есть триггер-дальности второе положение на галетнике. Для того, чтобы постоянно светить на ручке, у меня кнопка, которая дает одна. Пока ее держишь, а здесь галетник можно щелкнуть, и он будет светить все время, пока он находится в определенном положении. Тут кнопка переключения также активного дисплея присутствует. Здесь окно перевооружения и дозаправки на той же кнопке. Ну и, в общем-то, вот и все, что есть по кабине оператора. Так что, вот кто спрашивал, ответ на вопрос, что я назначил. Возможно, конечно, какие-то команды есть лишние, какие-то я недоназначил. По крайней мере, у меня назначено только то, что я использую. Потому что я обычно летаю в соло, и, возможно, какие-то специфические команды, которые используются для группового пилотажа, может управление какими-то мониторами или еще чем-то, ну или радио, может быть, не все назначено. Надеюсь, я на данный вопрос ответил. Видео, может, кому-то окажется полезным. Спасибо всем за внимание и хороших полетов!